А перед началом этого видео хотел сказать то, что я устраиваю холонскую оценку домов. Если хотите участвовать, обязательно заходите в мой телеграм-канал, там есть все подробности и призы. Кстати, заранее вам скажу то, что призами являются робоксы. У тебя одинаковые предметы из робокса и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на старпсGG, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меня несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается ну очень просто, а главное быстро и безопасно. Но не забывайте, что на старпс можно покупать или продавать предметы из робокса выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по робоксу старпс будут закреплены в комментарии. Ребята, всем привет! С вами игрушка Настя. Короче, это видео у меня снова про трейды в Адоптми. И сегодня я затрадилась на вот такого вот райд лавового дракона. Кто хочет узнать, как я его получила, можете посмотреть прошлое видео. Вот тут на него появится ссылочка. Ну что ж, я уже зашла на донатовский сервер. И сейчас буду смотреть, какие трейды мне будут предлагать. Насколько я знаю, этот дракон достаточно ценный. Все-таки он стоит тысячу робоксов. Предлагают флайрайт вот такого вот фростфури. Ну, в принципе, интересно-интересно. Соглашаться не буду. Ну и мне кажется, то, что я отдала больше за него все-таки. Флайрайт вот такая вот снежная сова. Она, получается, была в позапрошлый Новый Год. И еще два вот таких вот питомца комоновских. Ой, точнее, анкомоновских. С этого обновления они стоят достаточно дешево. Мне написали то, что это хороший трейд. Серьезно? Не, ну вообще офигенный трейд просто. Смотрите, мне этот человек снова кинул трейд. Мне просто интересно посмотреть, что он добавит и что он будет писать. It's good trade. Флайрайт красный вот такой вот дракончик. Ну, я думаю, многие знают то, что он достаточно плохо сейчас ценится. Ну, еще плюс мне добавляют каких-то таких себе пэтов. Вообще не редких. Ну, короче, нет, этого мало. Ага, Райт вот такой вот новый питомец. Легендарный. Химера, если я не ошибаюсь, называется. И она стоит 110 тысяч конфет. Ну, в принципе, классно, конечно. Но мой дракон все-таки стоит 1000 робуксов. И еще плюс роделька. Так что это точно невыгодно. Этот чел меня уже задолбал. Сколько можно мне кидать один и тот же трейд и писать то, что он классный? Ну, вот давайте я угадаю. Он сейчас напишет. Это хороший трейд, соглашайся. Ну, вот то, что я и говорила. Жалко, тут нельзя заблокировать. Прям в адопт-ми кого-то. Флайра черепаха. Прикольно, прикольно. Она достаточно ценная. Но я пока что соглашаться не буду. Ага, подождите. Ко мне ее убрали, поставили фростфури. Нет, ну тогда это невыгодно. Ага, снова этот флайрайт фростфури. Но на этот раз уже добавляют вот такого вот питомца. Получается, он стоит 60 тысяч конфет. И еще вот такой вот байк. Если не ошибаюсь, он стоит 70 тысяч конфет. Понятненько. Радзелька. Вот такой вот легендарный пингвин. Два вот таких вот, даже четыре таких бока. Они, конечно, тоже легендарные. Но, не знаю, они не очень ценные. Короче, понятненько. Радзелька мне, конечно, бы пригодилась. Но все равно этого очень мало. Кстати, ребят, если кто-то разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях, ценится ли вот эта вот зелька. Я вот понятия не имею, но, насколько я знаю, она появилась два года назад в Адопт.Ми. И за нее, скорее всего, должны предлагать какие-то прикольные трейды. Если она действительно ценная, то я обязательно сниму на нее трейды. Ага, вот таких вот питомцев мне предлагают. Но этого, к сожалению, очень мало. Извините. Ага, мне предлагают райд вот такого вот дракона, который появился с новыми питомцами. Но, мне кажется, это тоже невыгодно. Потому что его все-таки можно выбить за баксы. А этого дракона можно получить только за робоксы, ну или же за каких-то прикольных петов. Ага, меня пытаются обмануть. Кто не знает, в Адопт.Ми есть очень редкая игрушка. Вот так вот она выглядит. За нее вообще дают шадоу. Короче, она очень классная. А сейчас меня пытаются обмануть. И делают вид то, что это она. Но, на самом деле, это самая обычная игрушка из магазина. Вот это да, не видитесь, ребят. Флай вот такой вот Фрост Фури. Ну, мне уже предлагали трейды получше, так что это невыгодно. Снова меня пытаются обмануть. Понятно. Пойду-ка я, наверное, на другой сервер. Хочу посмотреть, что будут предлагать там. Ну что ж, я уже на новом сервере. И мне предлагают вот таких вот миньонов. Вот такое яйцо японское. Вот этих вот базилисков. Короче, понятно, мне кажется, этого мало. Даже не кажется, я уверена, что этого мало. Флайрайт снежная сова. Ну, не знаю, не знаю. Эта сова была не за робуксы. Так что, я думаю, это тоже невыгодно. Ага, мне предлагают обычно вот такого дракона. И добавляют божью коровку и вот этого питомца. Понятно. Но, мне кажется, это неравноценно ради зельки. Ну, вот это добавка получается. Смотрите, Флайрайт вот такая единорожка. Вот такая спанея. И снова пума. Уже не первый человек меня пытается затроллить. Понятно, понятно. Флара диамантовый дракон. В принципе, неплохой трейд. Я, к сожалению, не знаю, как он ценится. Но, в принципе, прикольненько. И еще, кстати, вот этот вот новый питомец за 110 тысяч. Честно говоря, я думала, что мне будут предлагать более прикольные трейды. Но, скорее всего, я просто с этим видео опоздала на 3 или же 4 дня. Но, в первые дни за этого дракона предлагали очень классные трейды. Очень жалко, конечно, то, что я не смогла его получить немного раньше. Но, ладно. В принципе, я уверена то, что очень скоро он будет цениться как Фрост. Ладно. Я, наверное, буду заканчивать это видео. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Обязательно переходите в мой телеграм-канал, чтобы успеть поучаствовать в моей оценке домов. Ну, ладно. Всем пока-пока. Ждите новых видосиков.